Добрые дела – это просто. По таким девизам на Рианмаре прошел профориентационный благотворительный проект «Моя жизнь – мой выбор» для детей, оказавшихся без попечения родителей или находящихся в замещающих семьях. Его участники попробовали свои силы в индустрии красоты. Подробнее в следующем материале. О том, что такое маникюр и как его делать, Юля Бобрикова знала и раньше. Но вот о том, чтобы освоить эту профессию самостоятельно, девушка могла только мечтать. Воспитанница Центра «Наш Дом», несмотря на непростую судьбу, открыта всему новому и продолжает искать себя. Я хожу в колледж, там я в разные клубы хожу. И English Club, Press Center и мой выбор. Еще там волонтерство, да. Юля ищет творчество во всем. Поэтому с удовольствием согласилась на участие в проекте и месяц осваивала навыки мастера по маникюру. Вместе с ней ногтевой сервис и парикмахерское дело осваивали девочки из Центра содействия семейному устройству «Наш Дом» и дети, которых воспитывает замещающая семья. Всем девочкам нравится, все веселые, улыбаются всегда, приходят с удовольствием. Получается, вот у нас Яна есть девочка, она в Обилимпиксе участвовала уже, да, и у нее прям вообще очень хорошо получается все. Девочки на маникюре, они прям тоже за месяц. И иногда смотришь на девчонок, которые курсы целые заканчивают, таких результатов нет, как у них. Благотворительный проект «Моя жизнь. Мой выбор» – личная инициатива Анны. Все траты она взяла на себя, чтобы помочь хотя бы небольшому количеству детей выбрать верные ориентиры в жизни и показать многообразие профессий. Больше всего ей хочется донести до своих подопечных, что работа может приносить удовольствие и быть любимой. Чтобы дети поняли уже в возрасте, начиная от 14 лет, что им интересно. И это не один какой-то день, да, когда быстро пробежались по кабинетам и ничего не поняли, а это именно целый месяц, на протяжении месяца, чтобы они к нам ходили, пробовали сами на живых людях, тренировались и для себя уже делали какие-то выводы. Анна надеется, что вдохновит и других индивидуальных предпринимателей города на подобные профориентационные проекты для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ведь только мы, взрослые, можем создать нужные условия, в которых дети смогут выбрать свой правильный путь. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.